Мэтью, как твои дела? Приятно познакомиться, бро. Как ты пришел к своим убеждениям? Ну, это длинная история. Но, по сути, это правильное изучение ислама. А затем изучение других религий, что бы там ни было. И что бы они ни утверждали. Но это было после того, как я изучил ислам и узнал, что ислам – это истина. И тогда я сказал, хорошо, давай посмотрим, почему эти люди верят в то, во что они верят. Какова их причина и какие у них доказательства. Потому что я хотел призвать их к истине после того, как узнал, что ислам – это истина. Поэтому мне также нужно было знать, во что они верят. И тогда я понял, чем больше я исследовал другие религии, знаешь, я понял, почему они ложные. Я просто хотел бы немного рассказать о себе. Я вырос как бы в церкви, вроде бы это была католическая церковь. Я всегда верил в Бога, я верил в Иисуса. Но я никогда не чувствовал Божьей силы в этой церкви. А потом я вроде бы как выбрался из нее и начал делать плохие вещи. Я курил вещи и продавал. Я совершал множество плохих поступков. Я действительно хотел бросить, но я не мог остановиться. Я просто не мог остановиться сам. Я очень хотел. Я закричал Господу. Я плакал и говорил, пожалуйста, мне нужна твоя помощь. Избавь меня от этого. Я не могу сделать это своими силами. А потом он послал как бы некоторых людей, похожих на меня, которые вроде бы как дали мне несколько хороших советов, как моя девушка. Она сказала мне, что Бог не создал слишком сильного искушения, чтобы ты не смог это преодолеть. А потом, когда она сказала это, это как будто затронуло меня в голове. Это правда. Как будто я на самом деле, мне не нужно выходить на улицу и курить. И мне не нужно делать эти вещи. И тогда я перестал делать все это. И у меня появились очень близкие отношения с Господом. Я ушел из этой церкви, потому что в католической церкви много лжи, как поклонение идолам. Как ты говорил, они поклоняются Марии. Мы не поклоняемся Марии, мы поклоняемся единому истинному Богу. И тогда я пошел в другую церковь, где все хвалили Иисуса. Мы поклоняемся вот так с поднятыми руками. Никого ничего не волнует. И я поклоняюсь с поднятыми руками. И все мое тело начинает дрожать и трястись, бро. И я чувствую любовь в Бога. Я чувствую, как Святой Дух входит во все мое тело, бро. Я начал молиться. И это называется звук. Я даже не молюсь. Я просто выдуваю звук из своего рта, бро. Я не могу остановиться. Это как будто это просто исходит из моего рта. И в этот момент ты чувствуешь настоящую любовь к Богу, бро. И как будто Он действительно так сильно нас любит сверх всякой меры. И как многим людям нам нравятся мирские вещи, такие как курение, травки, алкоголь, секс и все такое. Но это дает нам временное удовлетворение. На эту одну секунду. Возвращаясь к этому, мы должны продолжать возвращаться к этому. Но когда у тебя есть Иисус в твоем сердце, и у тебя есть Святой Дух, бро, это полный мир. Подобный миру, который превосходит всякое понимание, бро. Это просто сохраняет твое сердце и твой разум. Очевидно, что у некоторых есть плохие мысли. Например, враги немного будут нападать на тебя, но у тебя есть вера, бро. И это самая важная вещь. Поэтому я просто хотел бы поделиться этим с тобой, бро. Спасибо за то, что позволил мне поделиться. Ладно, позволь мне кратко объединить все, что ты сказал. А потом ты можешь подтвердить либо опровергнуть. Хорошо. Ты был несчастен, когда совершал все эти плохие поступки, правильно? Да. До христианства. Да. А потом ты встретил некоторых людей, и ты пошел в церковь, тебя начало трясти, и ты стал произносить звуки. И поэтому христианство истина. Но это не совсем то, что я говорю. Хорошо. С какой частью моего краткого пересказа ты не согласен? Во-первых, Бог ответил на мои молитвы. И мои молитвы стали действенными. И горячая молитва праведного человека всегда преобладает, бро. Но ты не упоминал об этом? Что? Я говорю, ты не упоминал об этом раньше. Я пересказал то, что ты сказал. И тогда ты сказал мне, что это неправильно. С чем из того, что я сказал, ты не согласен? Нет-нет, я не хочу проводить дебаты с тобой. Я не хочу этого, бро. Нет, я не спорю с тобой. Я не спорю. Я просто удостоверяюсь, сказал ли ты это. Смотри, все, что я делаю, это просто уточняю. Потому что это заняло у тебя некоторое время. Но я просто подвожу итог твоих слов. Святой Дух наполнил меня, бро. Хорошо. Меня наполнил Святой Дух. Да-да. Так что ты сказал, что ты делал плохие поступки и так далее. Затем ты встретил некоторых христиан, а потом случилось то, что ты пошел в церковь и начал трясти руками, и Святой Дух наполнил тебя. И ты стал произносить звуки или говорил разные вещи на языке, которые никто не понимает. И поэтому христианство истина. Бро, я следую Слову Божьему. Потому что в этом стихе говорится, что Иисус – это путь истины и жизнь, и никто не придет к Отцу, кроме как через Него. Я хочу просто прочитать все это. Нет-нет, я позволил тебе рассказать свою историю. Это ведь не монолог. Так что если сейчас ты начнешь читать еще что-то, это будет несправедливо. Это диалог, это не монолог. Так что Иисус – это путь к кому? Он единственный путь на небеса, бро. Нет, Он путь к кому? В этом стихе, который ты привел, Он не говорит, что Он путь на небеса. Да, я прочитаю стих еще раз. Ты ведь не помнишь его, правильно? Нет, я знаю. Он говорит, я есть путь истины и жизни. Никто не придет к Отцу, а не на небеса. Потому что ты неправильно представил слова Иисуса. Тогда Иисус не Бог, потому что Он лишь путь к Отцу. Для тебя Он просто способ добраться до Бога. Он сам не Бог. Братья и сестры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Хорошо. Там так же написано? Нет-нет, что так же? Почему ты уходишь от этого стиха? Я отвечал на то, что ты сказал. Да, но придерживайся того же стиха. Не уходи куда-то еще. Нет, я собирался использовать то, что ты сказал. Поэтому там говорится, что вначале было Слово, и Слово было Богом. Ты уходишь в другой стих. Мэтью, я говорю по-английски. Мэтью, ты процитировал стих. Хорошо. Что Иисус – это путь к Богу. Поэтому Он не может быть Богом. Потому что Он – путь к Богу. Потому что пункт назначения или цель отличается от пути. Поэтому проведенный тобой стих является доказательством того, что Он не Бог. Спасибо. Я полностью согласен с этим стихом. Я поставлю тебе первый знак одобрения. Спасибо. Ладно, я отпущу тебя, Мэтью. Спасибо. Извини. Я поймал тебя. Я поймал тебя. Поэтому вначале было слово. Ты поймал меня с чем? С чем ты поймал меня? Я сказал, я отпущу тебя. Ты не хочешь говорить со мной? Я не думаю, что ты искренен. Я думаю, что ты уже принял решение. Позволь мне спросить тебя. Что изменило бы тебя от христианства к любой другой вере? Это что, типа в этом смысл этого канала? Да, я задаю тебе вопрос. Ничего не изменит. Ты ведь согласен со мной? Аминь. Никогда, бро. Ну тогда все. О чем разговор? Ты уже закрыл свой разум. Зачем тогда мне говорить с тобой? Нет, я... Подожди, Мэтью. Смотри, Мэтью. Позволь мне рассказать, почему я не собираюсь говорить с тобой. Причину, по которой я сказал, что я не буду говорить с тобой. Да. Ты пришел с той же историей, что и каждый христианин. Хорошо. Каждый христианин приходит. Ты можешь посмотреть все мои видео. Все они приходят и рассказывают одну и ту же историю. Как будто вам сказали, что это наша история. И рассказывайте ее по-своему. Так что это эмоциональная причина верить во что-то. И вы утверждаете, что ничто никогда не отстранит вас от вашего эмоционального убеждения. Смотри, теперь ты даже не слушаешь. Ты показываешь мне свою историю. Поэтому я уберу тебя. Ты говоришь, что это эмоциональное убеждение. И ничто никогда не сможет переубедить тебя от этого эмоционального убеждения. Поэтому я не могу дать тебе причины для того, чтобы увести тебя от эмоций. Понимаешь? Это как если бы я разговаривал со стенкой. Поэтому, Мэтьё, я порекомендовал бы тебе, может быть, стать немного непредубеждённым, может быть, через пару лет ты поймёшь, почему не имеет смысла говорить кому-то, что меня трясло в церкви, и я стал христианином. Это не является доказательством того, что христианство истина. И на самом деле тебе действительно нужно исследовать и обосновать, почему что-то истина. Чтобы другие разумные люди, у которых есть свобода воли, приняли твоё утверждение. В любом случае, спасибо, что пришёл Мэтьё. С удовольствием поговорил с тобой. Ас-саляму алейкум, братья и сёстры. Это автор канала «Призыв Дава». Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дават. Аллах наградит вас за это. Ас-саляму алейкум. Ас-саляму алейкум. Ас-саляму алейкум. Ас-саляму алейкум. Ас-саляму алейкум. Ас-саляму алейкум.